всем доброй ночи перед вами фортуна точнее фортуны фортуны вы знаете дорогие друзья мне кажется за столько лет работы с культом фортуны я возродила этот культ фортуны настолько что многие кто может быть увидев это все да эти работы решил что вот бы нам тоже бы додуматься до этого мы тоже мы же тоже могли это сделать почему мы не подумали над этим скажем так у них наверное началась такая досада но они не понимают что фортуна это совершенно не легкомысленное божество как принято считать что это такая легкомысленная такая богиня не особой важности фортуна это богиня судьбы и она сама решает через кого передавать людям те знания которые помогут им приблизиться к фортуне и получить от нее то что они хотят сейчас я вам постепенно скажу о них о культах фортуны в разных культурах дорогие друзья фортуна была очень очень известна и очень востребована как культ в древнем риме в древней греции потом этот культ перешел в кельтскую традицию потом когда рим начал завоевывать африку египет фортуна перешла на восток после фортуна была как олицетворение скажем так шедрости и благополучия и в африке ее культ соединились к культом ошун богини ошун которая дарует богатство и славу потом ее культ был перенесен в индуистскую культуру то есть лакшми которая получила скажем те же полномочия можно сказать да грубо говоря ей присудили эти этот фарт это дающий шедрость аппарату богатство и так далее то есть культ фортуны он очень широкий в греции и и звали тихе судьба считается что зевс любил ее очень это была любимица зевса и она просила за людей и люди получали через нее благословение помощь отца богов в конце концов люди начали ее славить как дарующую новую жизнь новую судьбу и зевс дал ей право решать людские судьбы и давать людям богатство имущество везение и так далее тихе наделили вот этими всеми полномочиями и как изобильную богиню ей вручили рог той козы которая вскормила зевса когда рея скрывала его от отца кроноса кронос же убивал своих детей хронос то время значит это имя этой козы амальфея вот ее рок был отдан ей как изобилие как нескончаемый поток денег нескончаемый поток имущества нескончаемый поток блага для человечества вот руки забили в древних картинах изображается как не рок откуда деньги идут а рок откуда идут блага то есть там все что угодно фрукты и украшения одежда корона там трон и прочее то есть она может дать человеку все если она полюбить человека послушайте я сейчас не собираюсь вашу тварь обсуждать которая вас без трусов оставила хорошо давайте ваши трусы обсуждать и в другом месте сейчас совершенно иная тема итак тихая греческая фортуна тихи тихи изображалась вот таким вот образом ее каноническое изображение обновили в четырнадцатом веке некоторые говорят шестнадцатом ну как бы там ни было вот каноническое изображение богини тихи это моя первая фортуна я ее люблю больше всех хотя она самая простая я обращалась к фортуне еще скажем так с юношеских лет я читала изучала очень много и знала о фортуне я к ней обращалась но у меня не было таких прям сильных обращений сильные обращения начались на третьем курсе когда я начала писать ей определенные посвящения сейчас вот эти посвящения и эти ритуалы которые то есть обращение мольба к фортуне которые у меня были созданы тогда я на основе их естественно улучшаю потому что понятное дело что тогда они были более такой знаете простой уровень сейчас сильнее добавляю слова ключей дарю вам так вот в греции она была тихая в риме она стала фортуна или фортуната судьбоносная или счастливая судьба когда римляне начали завоевывать галию испанию то есть вот эти вот регионы фортуна культ фортуны был перенесен туда и говорят что на перед каждым городом стоял ее алтарь и и огромное изображение люди поклонялись этой богине и считали очень грозной и считали очень сильной вы не думаете что это легкомысленная девица это богиня судьбы и ей в основном поклонялись ремесленники ей поклоняли земледельцы считалось что благодаря ей они могут выгодно продать свой товар и так далее вот так культ фортуны перешел в галию потом в испанию древнюю и там уже ее имя было филиция фортуна филиция то есть счастливая радостная ее начали изображать с улыбкой и начали изображать вот у нее типаж восточный если вы заметили вот восточная женщина кругленькая с бедрами не сказать что она такая худощавая да европейская баба нет это восточная дама вот округлые бедра грудь то есть она далеко не худая скажем так она такая в теле вот манера изображать ее на престоле это в основном период эллинизма и ее изображали в малой азии это скажем так армянское царство это византия и в малой азии начали изображать сидящие на троне и вот этот трон просто очень похож на трон византийских императоров в основном и императоров малой азии а малой азии правили армяне это армянское царство тукеликия была малая армения великая армения и так далее то есть вот она вот период эллинизма во времена тиграна великого и прочее она переходит в малую азию и там уже ее изображают с открытыми глазами с короны видите корона царей то есть того времени и на троне позже ее начали изображать короны видите это это корона как стена крепостная стена башни это позже начали и так изображать в средние века с короной из башни потом почему ей завязывает глаза считается что фортуна если ты ей понравилась если она тебя полюбила если она повернулась к тебе лицом она не будет смотреть ни на твое богатство не на твою красоту не на твой ум если ты нравишься ей если она тебя любит она тебя дарит нет с часами не стоит часы рано или поздно остановятся и значит остановится ваша удача часами я не рекомендую покупать считалось что если ты понравилась ей неважно какие у тебя это не куколки мадам это изображение это статуи богини что если ты ей понравилось невзирая на твой ум над на твой характер даже не взирая на то хороший ты или плохой человек она тебе будет помогать поэтому ее изображали закрытыми глазами то есть она не смотрит ни на что нет вот самое интересное по справедливости относится фемида фортуна помогает не по справедливости у фортуны совершенно иной подход к человеку если ты ей нравишься даже если ты не достоин этой удачи она тебе даст ее вот в чем дело поэтому не надо думать вот пришло время могу я быть там богаты или нет могу я хорошо жить или нет вообще не думайте постарайтесь ей понравится постарайтесь уважением к ней относиться она вам даст даже если вы этого не достойны вот чем прелесть фортуны далее итак в греции она была тихе в время она была фортуна в галии и в испании она стала фелиция купите вот такую классическую фортуну хотя они все работают в принципе но в любом случае потом дорогие друзья в малой азии вот это вот фортуна на троне и вот это вот крылатая сейчас показываю вот это вот крылатая видите ее вот это крылатая фортуна и вот это которая на троне сейчас скажу как да что ж ты была названа абудантия которая в переводе означает шедрая многообещающие неиссякаемая дающие подождите доберемся и до колес до колеса дарующие шедрая абудантия понимаете так что вот когда вам говорят что богиня изобилия абудантия абудантия это есть сама фортуна но ее изображали либо сидящей на троне либо крылатую вот я ее показала вам это та самая фортуна ее так звали в малой азии это повторяем греции она была тихо время она была фортуна у испанцев и галов она была филиция в малой азии она была абудантия это одна и та же фортуна пойдемте далее чертов нос достал дальше культ фортуны двигается на восток на востоке ее зовут сайда мазерон она изображается с короной египетских фараонов или египетских цариц ей дают прозвище сайда счастливая мазерон щедрая счастливая и щедрая сайда мазерон у меня есть ритуал сайда мазерон между прочим вот она это восточная фортуна названная бедуинами арабами сайдой счастливой мазерон дарующие дающие шедрость вот она сайда мазерон которая подождите секунду вы все вопросы зададите потом сначала дайте расскажу которая фортуна восточная у нее в руках находится скипетр по-другому еще называют ткацкий станок на котором обмотана судьба людей и вот тогда появляется колесо фортуны как раз на востоке появляется колесо фортуны что такое колесо фортуны это движение судьбы если человек попал в движение судьбы то колесо фортуны крутится и ведет его туда куда ему надо для того чтобы он достиг успеха а она же не спускается не дает вам на деньги берите она дает вам идеи она дает вам людей она дает вам подходящий момент для того чтобы вы могли вырваться вперед и получить то что вы хотите далее у кельтов у кельтов изображается она золотистая вот она фортуна но только это в кельтской традиции она так изображается давайте покажу она должна была быть цвета металла и золото вот она кельтской традиции фортуна хотя ее считает что римский тип это кельтская фортуна вот вот эта фортуна ее называют габондия северная фортуна это есть кельтская фортуна тихо габондия далее после кельтской фортуны когда рим начинает завоевывать ой подождите со своими вопросами достали ну где где я их не продаю после того здравствуйте как рим начал завоевывать африку когда сцепион африканский завоевывает африку покоряет племена африканцев завоевывает карфаген воюет с ганнибалом и так далее после этого когда уже рим окончательно завоевал и сделал своей провинции африканские страны культ культ фортуны переносится в африку но африканское божество не дается африканское божество то есть африканский пантеон богов не позволяет внедрять новое божество для того чтобы культ фортуны все таки был значит что делается в африке в африке соединяют культ фортуны с нею ошун ошун вот она богиня красоты молодости супруга шанго она есть африканская венера но ей присущи еще и все функции которые выполняет фортуна то есть ей дают функции фортуны она начинает ее начинает почитать как африканскую фортуну вот она африканская фортуна видите насколько ее культ огромен насколько ее культ по всему миру был распространен а мы думаем что это всего лишь такое знаете ли легкомысленные божество пойдемте далее христианской европе царицы и королевы цариц не было королевы императрицы например бонус форца который выдает свою дочь и отдает ей в приданые фортуну некоторые говорят что фортуна вот вот этого типа она сделана с ее изображение с форца ее еще называли дьявола дочка дочь дьявола одна из самых сильных правительниц европы форца говорят что сделали с нее это изображение но некоторые говорят что просто она этот культ у себя развивала хотя была католичкой но дарила своим детям выдавая их замуж дарила им фортуны мы сейчас говорим не про казахстан мы сейчас говорим про фортуны если вы заметили пойдемте далее дальше культ фортуны распространяется далее и одна из индуистских богинь берет на себя функции фортуны хотя она сама по себе была богиней забили и богатства но к ней соединяет еще один культ европы европейскую фортуну и она берет на себя еще и функции фортуны в индии находящиеся по делам скажем люди путешественники европы и так далее начинает искать индуистскую фортуну и они говорят вот это та богиня которая дает изобилие которая дает помощь в делах которая дает хорошую судьбу как у вас ваша фортуна как ее называют и индуисты говорят нашу фортуну зовут лакшми вот она это индуистская фортуна теперь смотрите сколько культов фортуны по миру и у всех народов начнем в риме звали ее тихо нет в греции ее звали тихо оттуда пришло оттуда пришел ее культ дальше идем в риме ее назвали фортуна на завоеванных территориях галии и испании ее назвали филиция кельты кельты ее назвали габондия дальше в малой азии византия это древняя армения часть территории да карфаген там ее называют абудантия на востоке ее называют сайда мазерон счастливая дарующая в индуизме ее называют лакшми это все она в африке ее называют ошу так вот кто-нибудь может сказать что это богиня легкомысленная такая второстепенное божество нет дорогие друзья в ее руке весь мир у меня есть ритуал четыре богини судьбы с каждой стороны мира практически у каждого народа еще тех времен древних и и средневековых было почитание культ фортуны это божество которое охватило полностью полностью все части тела мира тела все части мира и все скажем так культы мира все все пантеоны богов мира она везде есть может под другим именем но функции те же самые так вот фортуна во первых фортуна любит почитание фортуна любит чтобы к ней относились почтительно фортуна фортуна слушает женщин но она любит мужчин предпочитает больше если в вашей семье ваш муж будет у нее что-либо просить я вас уверяю что даст быстрее чем даже вам потому что фортуна женщина и ей нравятся мужчины которые ее почитают сначала сначала вы должны привыкать к ее энергии сначала вы должны просить ее сначала вы должны сделать все чтобы она была к вам благосклонна потом потом вы начинаете у нее просить и вы часто просите настолько ваша энергия привыкает к ее энергии я вас уверяю если она вас полюбит если все сделаете правильно за короткое время за несколько лет вы можете купить и дом вы можете подняться это то божество которое за очень короткое время дает человеку благополучие на всю жизнь она не отворачивается никогда если вы от нее не отвернетесь она от вас никогда не отвернется но начало вы должны положить сами кофе благовония сладости некоторые ставят розы некоторые ставят красивые камни украшают ее она должна для вас быть любимой богиней она должна стать вашей покровительницей ее энергия очень сильна мы этот культ возродили с вами и сейчас знаете вот говорят круг силы круг силы мне смешно не надо собираться воедино чтобы был круг силы достаточно поклоняться одному божеству столько тысяч людей и уже круг силы этот круг силы питает нас энергией она дает нам помощь в делах и так далее вот он круг силы есть различные ее ипостаси практически каждый из них я подарила вам ритуал обращение к каждой из них обращение к лакшми у вас есть обращение есть к абуданты обращение есть к фортуне фелиции есть обращение к тихе есть обращение к сайда мазерон он очень хорошо быстро срабатывает у тех людей у которых есть хоть капля восточной крови сайда мазерон он сразу срабатывает особенно там есть древнеарабское заклинание обращение к ошу обращение к габондии северные фортуне эти все обращения к одной силе только ее силе да чернослив и так далее дорогие друзья это ваше скажем так место силы вы можете ей дарить вы можете ее украшать вы можете ей делать все что хотите как хотите к ней обращаться с ней беседовать у нее просить и так далее это ваше дело она привыкнет к вашей силе понимаете не то что он не следует дома держать простым людям но к ошу на обращение есть простым людям можно обращаться но держать не следует потому что она жена очень свирепого бога шангу и она очень капризная сила если она чем-то не понравится что как-то не так вы к ее статуе относитесь она может потом очень жестко наказать поэтому не надо рисковать здравствуй леона ошун держать дома не стоит обращение есть обращаться можете статуя статуя понимаете статуя это обязывает статуя превращает ваше место место силы как храм и он может забрать очень много сил и энергии у людей неопытных первая моя фортуна вот она она перетянула в мою жизнь все что есть дорогие друзья похожее тянет похожее если вы один раз вырвались из этой трудной ситуации из бедности и у вас появились деньги эти деньги будут притягивать другие деньги если у вас появилась машина через некоторое время у вас появится вторая похожее притягивает похожее поверьте мне вот просто обращение просто подойти просто учтивость к ней и так далее она это ценит и она вам отдаст сто раз больше поверьте мне это такое божество ну вытираю потому что я не люблю в грязи жить я в пыли и не могу в неопрятности жить как бы там ни было все равно здесь должно быть красиво и чисто потому что это все таки храм моих богов далее вот первая фортуна которая у меня была я увидела ее переход был переход метро и там были две фортуны одна была за 300 а вторая за 800 у меня в кармане оставалось тысячи рублей в тот момент я подумала возьму я маленькую фортуну но какая-то сила знаете как будто мне сказала бери меня и не пожалеешь и я вот так подумав взяла и думаю да была не была будь что будет и я ее купила и вы знаете она мне помогла она меня вывела из ада она мне помогла она мне дала очень многое и притянула все что у меня есть в жизни она сделала меня удачливым человеком удачливым человеком нет лакшми это лакшми далее дорогие друзья что значит статуя богов я уже объясняла еще раз скажу статуя это не значит что вас слышат вот этот предмет этот камень или еще что-либо да из чего он сделан статуя это как обращать внимание на себя вот этого божества и от нее приходит некая сила которая вселяется практически в эту статую она живет с вами и чем чаще вы обращаетесь к ней тем сильнее тем усиливается эта сила тем более она обогащается и скажем так дает вам желаемые нет не обидеться вы можете снимать надевать это не имеет никакого значения я сейчас еще одну покажу маленькую она тоже необычно красивая и это копия вот той большой в принципе вот видите вот эту башню начали делать средние века башни означает крепость означает уверенность в завтрашнем дне понимаете что она дает уверенность в завтрашнем дне есть такие сайты называется статуэтка ру есть дом подарков москва тоже сайт может там просто набрать фортуна возьмите самое обычное не надо самые дорогие и так далее не имеет значения просто чтобы она желательно чтобы соответствовала своему каноническому образу но я хочу вам сказать что после того как я возродила ее культ она уже так усилилась в нашем мире что сейчас вы можете покупать хоть хоть какую фортуну она будет работать сейчас все маги колдуны мира кинулись делать ритуалы фортуне но я хочу вам сказать что их ритуалы вот тем более я хочу вам сказать что их ритуалы к фортуне ну очень примитивны по сравнению с теми работами которые я дарила и дарю людям ну реально смешные вот если сравнить с моими работами обращение к фортуне на разных языках с разными терминами и прочее это вообще смешно римский ритуал на деньги кто-нибудь делал возьмите сделайте мой римский ритуал на деньги тогда римляне приходили к храму фортуны и приносили пергамент в этом пергаменте чертили круг в кругу писали сумму которую хотели получить и через некоторое время они эту сумму получали понимаете когда люди говорят вот я пенсионерка вот я если сделаю откуда у меня деньги придут я еще раз объясняю с воздуха они не падают но если вы работаете и результатов никаких нет если вы все равно не можете встать на ноги она вам поможет она поможет через вашу работу она сделает так что ваша работа начнет давать результат римский ритуал денежный римский ритуал он очень сильный попробуйте сделать но там сказано напишите ту сумму которая для вас более-менее реалистично понимаете с вашей работой да вот этот ритуал пойдемте пойдемте далее скажите мне пожалуйста вот кто пробовал да кто делает ритуалы фортуни каким образом вы делаете это будет совет и другим людям которые только хотят попробовать чтобы они знали как это лучше сделать что у вас случалось что происходило сначала что было спокойствие потом деньги или деньги потом спокойствие у кого каким образом это получалось напишите мне интересно слушать да она она есть и она будет помогать это очень сильное божество лучше делать когда вам удобно смотря какой ритуал это не их ошибка это их идиотизм они просто сидят и думают ну вот мы сделаем откуда деньги придут с твоего творчества с твоей работы но бывают моменты когда ты делаешь делаешь а никто даже не замечает а тут делаешь ритуал фортуни и начинает у тебя замечать покупать заказывать понимаете в чем разница правильно они приходят очень быстро я я раньше делала фортуни если честно но сейчас уже просто подношение приношу и все мне сейчас и делать не надо мне сейчас и просить не надо она уже меня слышат вот пожалуйста так что дальше читаем спасибо дары приносят понимаете или вы хотели что-нибудь купить, у вас не хватало денег, вы попадаете на распродажу. Ночью сильнее получается, потому что ночью духи, силы, и вообще они более активны, поэтому ночью сильнее. По этой причине, других причин нет. Если вы хотите делать подношения каждый раз, когда у вас срабатывает ритуал, да, помимо того, что вы ставите ей, ну дайте кому-нибудь, я вам говорила, помните, вот есть там эти, спасают животных, собак, кошек, вот у них есть их все данные, отправьте им на карту, отправьте им на номер телефона, ну вот отдайте кому-нибудь что-нибудь, как благодарность. Когда страх пропадает, Илона, когда пропадает страх перед завтрашним днём и перед тем, что завтра надо будет делать, и придут ли деньги, и что мне делать, как только внутренний страх пропадает, всё, считай, что твоя жизнь поменялась, потому что это самое главное. Твоё сознание расслабляется, и оно знает уверенно, завтра будут деньги, и они приходят. Вот твоё сознание 100% знает, что завтра деньги будут. Как же вы достались этим вином и хлебом в конце ритуала лидера? Вы задницы слушаете или чем? Я же там сказала, что вино слегка испить, когда вы чокаете с ними, потом всё это излить в один бокал, утром вылить, оставить до утра и вылить, и выкинуть. Сколько можно это говорить одно и то же? Да что это такое, а? Написали уже, объяснили там. Зайдите, читайте, господи. Прямо вообще. Значит, посмотрите. Если вы хотите, чтобы у вас постоянно были всё-таки деньги, какую-нибудь купюру положите под фортуну. Вот у меня там 10 долларов под её статуей. Это притягивает. Это всё-таки денежная сила, понимаете? Значит, приносите подношение. Иногда свою фотографию можете положить возле неё. Это тоже усиливает, заряжает вас этой денежной мощью, потоком, силой. Подойдите к ней, просите. Она не только деньги даёт, она даёт счастливый случай. Она ж не только для денег. Она делает так, чтобы мир начал вам помогать, понимаете? Чтобы, если судьба повернулась к вам лицом, если судьба повернулась к вам лицом, естественно, что, вот, я знаю, что работает. Просто надо делать. Надо учтиво делать. Просто мне некоторые спрашивают, скажите, вот, я статуэтку фортуны куплю, она будет работать? Ну и зачем это надо вам? Вот зачем это надо вам тогда, если вы... Это же не волшебные статуи. Это почитание божества, понимаете? Да, не всегда обязательно статуи. Просто когда есть статуя, когда у вас есть место, алтарь, подчинение, это ваш личный храм. Понимаете, как вам объяснить? Вот раньше люди шли в храм, чтобы поклоняться божеству, благодарить. Сейчас у вас может быть свой личный храм дома. Маленький личный храм. Хернята – это твоя мама, которая высрала тебя шалаву. Вот это и есть хернота. Понимаешь, тварь вонючая? Поэтому такие, как ты, в ниществе и сдохнут, если они божество называют хернятой. Вот и есть хернота. И такие хернятые будут ходить нищебродно, стрелять у всех по 100 рублей и удивляться, почему у них в жизни говно, потому что они сами дерьмо. Поняла теперь? Да, тебе собаку подарили. Ну вот, видишь? Пожалуйста, на здоровье. Так вот, дорогие друзья, статуя фортуны для того, чтобы привлечь на свою сторону... Ничего не поняла, при чем здесь вы? Статуя фортуны нужна для того, чтобы у вас дома был как личный храм, чтобы у вас было место поклонения к ней. Это место будет набираться силой. Статуя нужна для того, чтобы привлекать, привлекать вот эту всю энергию денег постоянно, то есть, чтобы от нее был некий дух-стражник у вас дома, и он вам помогал и вас слушал. Дальше. Любую можно держать, любую. Следующий момент. Как к ней обращаться, чтобы она начала помогать? Сначала к ней обращайтесь просто для поклонения. Поставьте, привыкайте к ее энергии. Потом постоянно просите, благодарите, положите рядом, скажем так. Вот видите, пожалуйста. Положите рядом сладости, утром выкидывайте, кофе поставили, на следующий день вы лите, потому что она уже свою силу исчерпала. Многие люди, которые начали постоянно обращаться к фортуне, я вам говорю со всей ответственностью, не просто так. Многие люди, которые вот со мной начали проводить, я показывала еще с первых дней, да, год-два, у них у всех есть квартиры, у них у всех есть имущество, а у них абсолютно не было никакой надежды. Многие. Понимаете? Очень многие. Вот год-два они проводили эти ритуалы, у них жизнь от низкого уровня пошла к достатку. Они купили квартиры, дачи, машину, хорошее место работы нашли и так далее. То есть это не просто так. Чем чаще ты к ней обращаешься, тем больше она помогает. Потом фортуна – это защита, защитница. Если фортуна вам покровительствует, с вами никто ничего сделать не сможет. То есть вас не смогут, вам не смогут навредить, вам не смогут сделать гадость, вас не смогут никак изгнать откуда-либо, понимаете? То есть она покровительствует вам. Это божество, которое не просто дает деньги, она дает силу. Ведь, еще раз говорю, фартовый человек, это же не просто так сказано. Потом, когда вы начинаете получать один раз, два раза, три раза, ваше подсознание расслабляется, вы уже не боитесь. вы уже не боитесь, как вам сказать, остаться без денег, вы не боитесь нищеты, вы не боитесь безденежья. Когда человек этого не боится, у него расслабляется, просто абсолютно расслабляется сознание, и дальше уже жизнь идет, как вам сказать, как по сценарию. Если ребенок ест, ничего страшного, в принципе, но постарайтесь, чтобы этого не было, потому что они обесточенные, они там нет уже, как вам сказать, энергии в этой еде. Ее забирают. Почему мы ставим еду? Почему мы ставим, скажем так, что я хотела сказать? Почему мы ставим благовоние? Да, кофе заварите сначала ей, потом себе. Она это оценит, я вас уверяю. Сначала ей поставьте, потом себе. Красное вино и так далее. Духи питаются молекулами еды. Духи питаются молекулами еды. А мы питаемся, естественно, физиологической частью еды. Да, мы питаемся именно едой. Они только молекулами, то есть ароматами еды. И поэтому мы ставим еду, мы ставим благовоние, мы ставим кофе, вино и так далее, и так далее. Мы питаем эти духи, которые приходят, нас слышат и выполняют. Итак, дорогие друзья, напоследок ещё раз скажу. Её культ был очень распространён по всей территории и Греции, и Рима. Вообще говорят, что у неё происхождение восточное. Просто в Греции она нашла больше отзыва. Потом она распространилась по Малой Азии, по Испании и Галии. Потом она распространилась по Африке. Потом она дошла до Индостана. Итак, начнём. Она состоит между двух миров. Между чёрным и белым миром. То есть она и не тёмная, и не светлая полностью. Как вы к ней отнесётесь, как вы ей понравитесь, такой она для вас и станет. Итак, в Греции она есть тихая. Её любимые животные – это лев, бык и гуси. Вот поэтому, скажем так, золотой телец не случайно был выбран. Это было божество денег, золотой телец. И телец сопровождал фортуну. Когда тельцы выходили из храма, их красили в золотистый цвет, золотистую пыльцу. И люди бросали на этих тельцов деньги, монеты. Потом эти монеты собирались и отдавались в угоду, ну, бедным людям помогали, кому-то дом строили и так далее. И вот отсюда понятие золотой телец. То есть эти символы приносят деньги. Всё взаимосвязано. Итак, в Греции она была тихая. В Риме она была фортуна. В Испании и Галии она стала фелиция. В Африке Ошун взяла её функции. В Малой Азии она была Абудантия. Дальше. У северных народов она была Габондия. У народов Востока она была Саида Мазырон. В Индостане её звали Лакшми. Так что, дорогие друзья, её культ был по всему миру. И цари, и императоры, которые даже, скажем так, они были как хранители христианской веры, они даже у себя дома держали, то есть дома, говорю, в своих палатах, держали её изображение. И поклонялись ей. И благодарили её. Это что за тата вообще? Да и покажите мне, я хочу посмотреть, что это за тата. И что вы к ней пристали, я не пойму. В чём проблема, я хочу понять, что она не то говорит. Не надо так реагировать. Пусть она пишет, что пишет, какая разница. Итак, круг силы и её культ обновлён. Остаётся только одно, чтобы вы просили и помогали. Просили и помогали. Она есть богиня не только, скажем так, изобилия. Она есть богиня не только денег и имущества. Она есть богиня, дарующая человеку уверенность в завтрашнем дне. Она защищает. Если она полюбила человека, то у человека меняется жизнь. Полностью, с ног до головы, переворачивается. Итак, вот мои фортуны. Про её культ я рассказала, про её имя я рассказала и про её важность в истории и в магии в том числе. Проводите и получайте то, что вы просите от неё. Она вам это даст. Всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok